Желающих приобщиться к здоровому образу жизни и оказаться рядом с тысячами единомышленников из года в год все больше и больше. Часть лыжни на этот раз проложили по территории биатлонного комплекса. Старт забегу дал губернатор Олег Ковалев. Я рад, что сегодня здесь собралось очень много народу. Люди разные совершенно, значит, и пожилые, и молодые, и дети, и мамы с детьми, и папы. И это очень хорошо, потому что даже те, кто на лыжах сегодня не покатил дистанцию, все равно они подышали, походили, погуляли, пообщались, получили заряд какой-то бодрости, хорошее настроение, подышали свежим воздухом. И всегда приятно наблюдать, когда на таких массовых мероприятиях люди получают удовольствие от общения. Также состязания посетили члены правительства региона, депутаты областной и городской дум, чиновники Рязанской администрации, начальник гарнизона Анатолий Концевой. Некоторые из них, в том числе спикер парламента Аркадий Фомин и глава Рязани Владислав Фролов, вышли на старт ВИП-забега на 2016 метров. Победил в нем первый заместитель министра региональной безопасности и контроля Владимир Цепков. Победу в главном старте «Лыжни России» в Рязанской области, гонки на 10 километров в Орских, одержал хозяин трассы Сергей Чеванов. Борьба продолжалась до самого конца. В итоге 27-летний лыжник всего на секунду опередил Дмитрия Мысева, который, в свою очередь, финишировал почти одновременно с Сергеем Андреевым. Все три призера представляют областное управление МВД. Самым быстрым среди юниоров на 5-километровой дистанции стал Алексей Одров. Компанию на пьедестале ему составили Виктор Чепик и Денис Барыкин. У девушек золото завоевала 13-летняя Кристина Павлушина, опередившая более старших Анну Уласевич и Диану Куликову. «Лыжня России, думаю, популярна, потому что это также хорошая возможность посоревноваться, показать себя. А для любителей это такой день занятий спортом, когда ты можешь хорошо отдохнуть, провести время с пользой на свежем воздухе». Для финишировавших лыжников и гостей праздника рядом с трассой организовали развлекательную программу, посвященную предстоящей Олимпиаде. С рязанцами веселились аниматоры, ростовые куклы, а также группы поддержки трех вузов – РГУ, РЯСГМУ и филиал МАМИ. В этом году впервые организовали творческую часть соревнований, и в этом успели отличиться представители медуниверситета. Команда РЯСГМУ стала лучшей в конкурсе визиток, а дистанцию в 5 и в 10 километров преодолели не только студенты, но и преподаватели РЯСГМУ и ректор вуза. «Пробежали 5 километров с детьми, у нас большая команда университета, отличные впечатления, хорошая погода, ну такой легкий ветер, наоборот, аж прохладный, наверное. Было очень много людей, самое основное впечатление, по-моему, в прошлом году было чуть меньше, хотя тоже было много. Поэтому очень хорошее настроение, хорошее впечатление, прекрасно. Да, у нас было много ребят, мы еще пока до всех не подсчитывали, но мы выезжали сегодня автобусами даже из Рязани и участвовали в творческой программе «Лыжная Россия», которая была первая раз. Команда была награждена за самый креативный номер. Поэтому было много, много преподавателей, много студентов, много членов семей. Это действительно такой общекомандный забег, общекомандный отдых. Кроме того, по сообщению организаторов, в рамках «Лыжни» 150 детей сдали нормы ГТО по лыжным гонкам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!